Так, Федя Форточкин, 16 часов назад посвящен. С такими чиновниками-ворюгами и так все будем голодать. Это посвящается всем все голодать. Ну, это не тот вопрос, ворюги, не ворюги. Это дело сугубо добровольно. Хотите вы голодать, не хотите голодать. Мы только этот вопрос рассматриваем. Так, Голден, 16 часов назад. Это к фильму Качок. Здравствуйте всем. Оригинально, Геннадий Петрович, особенно на бицепс. Разружается позвоночник. У меня похожий спортсальчик, правда есть дорожка и мешок. Две колонки по бокам, стены и монитофон с разной музыкой. Тоже люблю в одиночестве тренироваться. Бывает, особенно по утрам, отправляю пространство под музыку. Разные мысли и образы наполнены любовью для земли, для мира, людей. Еще бывает потанцую. В общественном зале это нереально. Там я полностью только пахал. Хотя, конечно, все мы разные ветерки. Например, не могу без общества. Например, жена. Мы только в спорткомплексе. Всем радости и удачи. Ну, это хорошо. У меня тоже есть, у меня не дорожка, а такой степлер ходить на нем. А у меня не колонки, а магнитола стоит. Тоже я музыку слушаю. Но когда идет запись видео, то любая композиция, которая там будет, не моя. Это уже нарушение авторских прав, поэтому я наложил свою музыку. Ну и в основном все правильно делайте. Мысли, образы. То есть человек излучает благость и назад получает. Конечно, особо хотелось бы рассказать о танце. Танец это еще, как бы сказать, физическое выражение эмоций. То есть вы еще создаете не просто поток в сознании, в настроении. То есть поток в сознании создает эмоции и настроение, но вы еще его воплощаете в движение. То есть это вообще законченный получается такой итог вашей мыслительной деятельности. И это и вот, конечно, будет, ну, я считаю, намного лучшим выражением посыла из себя благодати вовне. Так что отлично, молодец, Голден, так и надо поступать. Радость и удача. И я еще добавил, и здоровье. Так, Натали, 15 часов назад. Это посвящается тем, кто голодает. Мой муж 40 дней в посте и молитве. Вода и молитва, нельзя урину употреблять, извините, но он ничего не знает. То есть это я ничего не знаю, да? Ну, пожалуйста, не знаю, так не знаю. Так, мой муж 40 дней в посте и молитве, вода и молитва. Ну, это вообще очень-очень серьезно. Вода и молитва. Это такой сильный вас мужик. Ну, дай Бог ему здоровья. Что касается урины, это разные вещи. Это уже был говорить. Ну, короче, я там объяснил. Что касается уринотерапии, я это объяснил. Кто хочет, тот почитает. Так, опять-таки, голод многих зацепил. Какой-то принтинг Королл. 14 часов назад. Здравствуйте, Петрович. Какое артериальное давление считается нормальным? Вот в интернете пишут, норма считается, что у 20-летних до 123-76, у 30-летних 126 на 79, у 40-летних 129-81, у 50-летних на это, у 60-летних 142 на 85. Так сказать, у меня за 60 лет, значит, можно было померить давление, у 70-летних 45, на что ответить, что ответить. Главное, себя чувствовать хорошо. Главное, себя чувствовать хорошо. То есть, такого понятия, как артериальное давление, ранее, ну, допустим, лет там, ну, это не просто 100 лет, там, допустим, 200-300 лет назад особо там и не было. Оно бьется, сердце бьется, что-то там такое. Конечно, были там и удары, и считали это там такое. Вообще-то считается 120 на 70. И причем оно должно сохраняться лет, грубо говоря, до 50. А сейчас, так как народ пошел хилый, и начинается вот это деление такое-сякое и так далее. Поэтому я не знаю, на что на это ответить. Раньше считали так, 120 на 70. И это было у 20-летних и у 50-летних примерно, ну, с небольшими, с небольшими там отклонениями. А сейчас все это дело, какие-то допуски и так далее. Я лично на это не хочу заморачиваться и вам не советую. Вот оно бьется, вы ничего не ощущаете. И все, продолжайте. Чем больше вот таких каких-то частных вещей, за которым следить, ага, а уровень сахара в крови какой надо вот уколоть, а вот давление какое-то просто-напросто рассеивает наше внимание. Так, голод 40 дней. Так, закаливание и что-то, и водолечение, наверное. Добрый человек. То же самое делал Себастьян Кнейп. Люди полумертвые оживали от таких процентов. Можете почитать Себастьяна Кнейп и книгу его водолечения. И он как раз подчеркнул, что там, что там. В смысле, в применении воды, закаливающих процедур, вернее, водных процедур. В оздоровлении очень и очень надо относиться осторожно. Ну и Сергей Юдин, 11 часов назад, на мой комментарий Lexus LX570, расход топлива, уточнение, значит, он тут выразился, так сказать, ну, по-свойски будем говорить, я это повторять особо не хочу. И в связи с этим, раз я вижу, что вот этот вот расход топлива как-то стал слишком раздражать некоторых людей, хотя тут все заключается в том, как ты ездишь. Я езжу на нем, в основном даже по городу, не быстро. И вот заправился, раньше я как-то где-то заправлялся пару раз, наверное, в месяц, а сейчас что-то я вот заправился и езжу, и езжу. 132 литра, и практически, вот, что-то, чуть ли мне не на месяц тут хватает по городу ездить. Я до парка прошелся, поставил, то есть я на нем как-то особо не катаюсь. То есть все зависит, конечно, от езды, манеры езды. И такая реакция, короче, я вот это вот все удалю. Про машинку, именно про расход. А то, что на практике я использовал, ну, в смысле, мой опыт, там, 10 лет машины, там, вот, скоро будет, как раз этого джипа, вот, у меня будет опыт использования. Это я, конечно, буду записывать, рассказывать. Кому интересно, пожалуйста, смотрите, нет. А про расходные материалы, значит, я ничего не буду рассказывать.